Всем большой привет! Подборка легких ремонтов не заставила себя долго ждать. Поехали! На ремонт пронесли LCD телевизор LG на ламповой подсветке. С диагнозом запускается через час или два. И то не всегда. Подключив телевизор в сеть, он лишь моргает красным светодиодом и не включается. На таких телевизорах, как правило, усыхают конденсаторы в блоке питания. Проверим это. Так и есть. Некоторые конденсаторы вспухли и не позволяют телевизору нормально запускаться. После замены этих конденсаторов на аналогичные, моргать индикатор перестал, и телевизор стал нормально включаться. После суточного тестирования можно отдавать клиенту. Следующим на ремонте будет IBP PowerMan SmartSign 2000. Заявленный неисправностью, долго стоял без батарей, а когда установили новые, не запускается. На кнопку включения IBP не реагирует. При подключении к сети тоже нет никакой реакции. Снял верхнюю крышку IBP, начал замерять напряжение аккумуляторов. И один из них показывал значение 0,35 Вольт, а второй, как и должен, 13. Затем я заметил это, а именно подключение аккумуляторов. Минусы аккумуляторов были соединены между собой проводом. Плюс питания был подсоединен к плюсу одного из аккумуляторов, а минус к плюсу второго. Клиент не смог правильно подключить аккумуляторы, и из-за этого IBP не работал. Ну ладно хоть так, а не переплюсовал питание, тогда последствия были бы куда плачевнее. Здесь аккумуляторы должны быть подключены последовательно. Плюс питания к плюсу одного из аккумуляторов, затем перемычкой соединяется минус первого аккумулятора на плюс второго, и ко второму подключается минус питания. После последовательного подключения аккумуляторов ИБП запустился и выдаёт напряжение. Также он принимает напряжение и заряжает аккумуляторы. ИБП исправен и можно отдавать клиенту. Завершает подборку лёгких ремонтов ноутбука HP с проблемой, артефакты при закрытии и открытии крышки матрицы. Действительно, с ёжиком начинают происходить паранормальные явления при покачивании крышки. В этом случае виновата либо матрица, либо шлейф матрицы. После вскрытия корпуса матрицы нашлись признаки подклеивания шлейфа, и кажется до этого его вообще меняли. Подклеивали и разъём изгиб шлейфа в районе петель. Но прежде чем приговаривать шлейф, всё-таки подкинем матрицу ради исключения. Подключил заведомо рабочую матрицу и результат тот же, артефакты остались, значит 100% это шлейф. Приехал новый шлейф и устанавливаем его в ноутбук. После установки шлейфа экран больше не мерцает, и ёжик чувствует себя вполне хорошо. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, и до новых ремонтов, друзья!